Свет электричества из опытных лабораторий на городские улицы первым принес не Томас Эдисон, как принято считать во всем мире, а наш гениальный соотечественник Павел Яблочков, родившийся 170 лет назад. Созданные им дуговые свечи, совершившие триумфальное шествие по планете, оказались впоследствии заменены лампами накаливания. Тогда же ушла в глубокую тень и слава настоящего первопроходца, а это несправедливо. Ведь русский изобретатель подарил цивилизации еще и трансформатор, открыл эру использования переменного тока. Всемирная выставка 1878 года в Париже на Марсовом поле шумела многими тысячами голосов, благоухала дорогими духами и сигарами, искрылась морем огней. Среди технических диковинок главным магнитом служил, по общему мнению, павильон электросвета. Ну, а коронным экспонатом свечи Яблочкова, заливавшая ярким сиянием не только выставку, но и площадь оперы с прилегающими бульварами. Грузный, под два метра ростом господин, с гривой темных волос вокруг большой головы, с высоким лбом и окладистой бородой, все называли его здесь Монсеньор Пауль Яблочков, был, кажется, на пике успеха. Еще полтора года назад, после выставки в Лондоне, мировая пресса пестрела заголовками вроде «Свет приходит к нам с севера, из России». Россия – родина электричества. Его дуговые лампы были признаны главной технической сенсацией. Предприимчивые французы основали компанию и освоили ежедневный выпуск 8 тысяч свечей, разлетавшихся, как горячие пирожки. «Русский свет осветит и продается в Париже», – горько усмехался Яблочков, раскланиваясь с коммерсантами, интересовавшимися себестоимостью изделия. Сведения не секретные. Всего-то 20 копеек на русские деньги, два параллельных угольных стерженька, связанных тонкой металлической ниткой, а между ними – коалиновый изолятор, испарявшийся по мере выгорания электродов. Подводишь ток от динамо-машины и полтора часа видишь яркое голубоватое свечение. В голове у него уже выстроена схема автоматической замены сгоревших элементов и добавки солей в коалин, дабы окрасить лучи в разные тона. Он ведь не только электрик, но и неплохой химик. Парижский предприниматель ДНРУС вновь образованную компанию называет его именем. У Павла Николаевича весомый пакет акций, хорошее жалование, все возможности вести опыты. Его свечи известны и в России. Вот только несут на себе иностранное торговое клеймо. И от этой мысли он снова и снова морщится. Из Саратовской гимназии родители, обедневшие родовитые дворяне, когда-то забрали его из-за дороговизна обучения. Затем частный пансионат военного инженера, композитора Цезаря Кьюи и первое удачное изобретение – землемерное устройство, счетчик верст, прошедших телегой, еще позднее военное училище, муштра, саперный батальон, электровзрыватели, отставка по болезни и, наконец, волшебный мир электротехники, в который он окунулся с головой. Первая женитьба в Киеве – смерть двух дочерей. Вот он, уже начальник телеграфа Московско-Курской железной дороги, изобретает, между делом, горелку для гремучего газа, устройство для регулирования температуры в пассажирских вагонах. Но это все мелочи. Впереди знакомство с одним из выдающихся электротехников Владимиром Чикалевым. Общие опыты и мечты изобретения электромагнита уникальной конструкции, первого прожектора для железнодорожного локомотива на основе дуговой лампы. Незабываемые те двое суток без сна, которые он провел на передней площадке паровоза, везшего в Ливадию самого государя Александра II, Яблочкову пришлось постоянно крутить на сильном ветру регулятор прожекторной системы, переносить ее вручную при сменах локомотива. Потом было товарищество на боях, созданное совместно с Николаем Глуховым, штабс-капитаном артиллерии в отставке, столь же одержимым по части изобретательства человеком. Заказы, они обусловлены огромным любопытством столичной публики, поступали, но кредиты, набранные на исследования, перевысили прибыль и завалили все дело. Пришлось бежать в Париж, чтобы не оказаться в долговой яме. Кем-кема коммерсантом Яблочков точно не являлся. Не стал им и за границей, хотя с домашними долгами расплатился сполна. Спасибо академику Луи Бреге, поверившему в талант беглого русского, обеспечившему лабораторию и денежное содержание. Здесь, во французской столице, в ресторане, его однажды осенило, совершенно машинально он выложил на скатерть рядом два карандаша и Эврика, два параллельных электрода, разделенных дешевым диэлектриком, отныне будут светить без всякой регулировки. Теперь, когда его русский свет торжественно загорается от Нью-Йорка до Бомбея, ему опять нужно большего. Не денег или слава, пускай об этом хлопочут французские камивояжеры, двигаться дальше и прежде всего осветить Россию. Он был готов еще год назад подарить свою свечу русскому военному морскому ведомству. Не заинтересовались. А теперь гости с родины зовут вернуться, закончить цепохой газовых фонарей в городах и лучинах в севах. На выставке в Париже к нему подошел великий князь Константин Николаевич в компании со знаменитым пианистом Николаем Рубинштейном, обещая покровительство и помощь. Связанный по рукам и ногам контрактом, Яблочко вдруг твердо решает. Он выкупит лицензию на самостоятельную работу в России, ценой продажи всех своих акций на миллион франков, горе оно огнем. В конце концов, кроме электросвечей, в его багаже есть патенты на генератор переменного тока, способы дробления в кавычках света с помощью лейденских банок, прекрасной задумки в электрохимии. Он ясно увидел, как это будет. Изумление на лицах французов. Этот сумасшедший русский отказывается от целого состояния. Триумфальное возвращение в Петербург, торжественные собрания и приемы, первые фонари с его свечами засияют в Кронштадте, Зимнем дворце, на военных судах Петр Великий и вице-адмирал Попов. А после состоится грандиозная иллюминация на коронавании Александра Третьего. Свечи Яблочкова разлетятся по стране. Москва, Нижний, Полтава, Краснодар. Прогресс не стоит на месте. Лампочка накаливания Александра Ладыгина, идею которой «позаимствовал» и довел до ума ушлый заокеанский делец Эдисон, медленно, но верно вытесняла дуговые электросвечи. Она и горит неизмеримо дольше, пусть и тусклее, и не дает такого жара, то есть более пригодно для небольших помещений. Взяв на работу к себе прямого конкурента Ладыгина, находившегося в бедственном положении, Павел Николаевич будет еще несколько лет усовершенствовать собственное детище, в то же время давая ход разработке коллеги и называя в печати Эдисона вором. Однако поток заказов тает на глазах, прежние покровители уже говорят с ним через губу, а поклонники молятся уже другим богам. Закат свечи Яблочкова ближе к концу века все очевиднее. На Всемирной Парижской выставке 1889 года сто его фонарей будут сиять в последний раз, уже как исторический раритет. Лампочка Ладыгина-Эдисона с тонкой вольфрамовой ниткой в вакуумной колбе окончательно победит. Развенчанному герою предстоят денежные и бытовые проблемы. Потерпев фиаско, он не впадет в отчаяние, станет упорно работать над генераторами и трансформаторами, мотаясь между Петербургом и Парижем, примется тратить последние средства на опыты по электролизу, проводя эксперименты с хлором, сожжет слизистую оболочку легких, а во время другого опыта чудом не сгорит сам. Патенты посыпятся, как из рога изобилия, но не принесут денег даже на исследование. Отягченный долгами, со второй женой и сыном Платоном, Яблочков переберется на малую родину в Саратов, где, страдая водянкой и уже не вставая с постели, в номере заштатной гостиницы продолжит работать за придвинутым столом до последнего дня своей недолгой жизни. Ему было всего 46. Родина не забыла его после смерти. В честь Яблочкова названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Перми, Астрахани, Владимире, Рязани и других городах стран. Саратовский электромеханический техникум, ныне колледж радиоэлектроники, премия за лучшую работу по электротехнике, учрежденная в 1947 году. Наконец, кратер на обратной стороне Луны и технопарк в Пензе. Это ли не признание заслуг? Примечательно, что общенациональная слава к выдающемуся изобретателю и ученому пришла уже при советской власти. На могильном памятнике, восстановленном в 1952-м в селе Сапожок Саратовской области по инициативе президента Академии наук СССР Сергея Вавилова, выбиты слова Павла Николаевича Яблочкова «Электрический ток будет подаваться в дома, как газ или вода». О свече Яблочкова Международный электротехнический журнал в 1879 году писал «Из всех электрических ламп самая важная по размерам применения и до настоящего времени, без сомнения, самая оригинальная – это свеча Яблочкова». Издание цитировало также статью из известной Парижской Академии наук. Известий Парижской Академии наук. «Свеча Яблочкова вызвала в Париже, как, впрочем, и в других местах, целое движение в пользу электрического освещения. Ей, безусловно, мы обязаны тем, что электрическое освещение стало обученным способом». Пионеры русской электротехники Владимир Чиколев, Александр Ладыгин, Николай Булыгин, Дмитрий Лачинов во главе с Яблочковым в 1880-м создали особый раздел «Отдел русского технического общества», извиняюсь, «посвященный практическому использованию электричества». Общество находилось вот в этом здании, которое вы видите на фотографии. Председателем был избран генерал Филадельф Величко, товарищем председателя Павел Яблочков. Общество оказалось в своем роде одним из первых в мире, опередив на три года аналогичную французскую научную организацию. Среди пяти первых специализированных изданий на планете был журнал «Электричество», в работе над которым Яблочков принимал самое активное участие. По инициативе Павла Николаевича в том же 1880-м году открылась первая электротехническая выставка. Это статья из бесплатного приложения к газете «Культура», номер 29, журнал «Свой». Это сентябрьский выпуск. Автор статьи Андрей Самохин. Ссылку, как обычно, я дам в описании под своим видео. Канал «Веб-рассказ». До свидания.